Днём в городе от 23 до 25 по области от 21 до 26 тепла. Сейчас в российской столице плюс 13 градусов, атмосферное давление выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. В эфире Радио России, Комсомольск-на-Амуре. Комсомольск-на-Амуре и в студии с вами журналист Евгений Гоффман и звуко-режиссёр Андрей Долгих. Здравствуйте, в начале выпуска о погоде. Сегодня днём ясна температура воздуха 30 градусов тепла, штиль. Здравствуйте, здравствуйте. Встреча на красотового столба. Вести. Комсомольск-на-Амуре. Ключи от новых квартир в недавно построенном доме на аллее Телудат и через 20 минут. Ставлены правительством Хабаровского края. Как молодые люди обживаются на новом месте и с какими проблемами они столкнулись, уже в первые дни расскажет наш корреспондент Людмила Смирнова. Современная новостройка, благоустроенный двор. Едва ли кто вспомнит, когда сиротам давали квартиры в таких домах. Андрей Максимов оказался в числе счастливчиков. Договоры ключи он уже получил и даже перевёз вещи. Но вернувшись, вечером сработал. Обнаружил, что дверь в подъезд закрыта на замок. Ночевать пришлось в машине. Что-то нечего не получать, что здесь не было. Ну, а следующее ночью я приехал. Я приехал, дверь была закрыта. Не закрыта была. Они не пустили, говорят. Им дали указ, чтобы не помнил пускать. А в квартире пока тоже не удалось. То есть в городской базе данных, где он приведет, пока не значится. А это квартира Натальи Калашниковой. О судьбе двух девушек, её и подруги Лидии, мы рассказывали ещё два года назад. Тогда в поисках у душевле сиротам приходилось снимать крошечные комнаты, а законное право на собственные затраты отстаивать в суде. Только в этом году затраты на съём жилья им стали компенсировать. На сегодняшний день в Хабаровске, в городе Комсомольске-на-Амуре компенсация составляет 10 тысяч. В муниципальных районах 5 тысяч. На сегодняшний день у нас взято выявление таких граждан 129. И назначенное уже в кредитное учреждение перечислено 86 человек получили. Однако с вручением ключей от новых квартир социальные выплаты прекратятся. Официально у этих людей появилось жильё. 26 числа нам, когда выдали ключи вместе с договором, нам сказали, что выплаты с сегодняшнего дня прекращаются. Когда мы пришли сюда, если бы не было, жить здесь невозможно. Как бы пошёл новый месяц, нам нужно платить за съёмное жильё. Сейчас, допустим, мы не знаем, съезжать сюда, подъезды закрывают. Орданы с обзором. Но повлиять на процессы, которые протекают на краевой стройке, они не в силах. Чтобы запустили воду и газ, жильцам нужно закрепить. Компенсации нет, это было. В ратвизке это сделать невозможно. Официально дом сдан и введён в эксплуатацию. Идёт передача документов управляющей компанией. Нужно жить ради собственного жилья, чего не сделаешь. Комната большая, мне нравится. Кухня большая. Кухня большая, банку. Кухня сиротам, получившим жильё в новостройке, по их словам, повезло. В краевне очередное право на жильё по решению суда имеют более 3000 сирот. Комсомольские налоги. Это порядка 500. И некоторым выпускникам детдомов уже давно за три. 30 июня в Верхнебуринском районе потерпел аварию вертолёт Ми-8 с комсомольскими пожарными на борту. Десантников-парашютистов комсомольского отделения Дальневосточной авиабазы охраны лесов во время авиакатастрофы спасло не только чудо, но и высокий профессионал. Имеемая выручка. Подробности у Константина Финкельсона. Сегодня пожарные парашютисты комсомольского оперативного авиаотделения охраны лесов, живыми и почти невредимыми, в полном составе явились на родную базу. 30 июня в Верхнебуринском районе потерпел крушение вертолёт Ми-8. На этом борту находились наши земляки, небесные борцы с лесными пожарами. Критическая ситуация их спасло не только чудо, как об этом они сами порой скромно говорят, но и большая подготовительная тренировочная работа, которая проводится здесь. Подготовка, скажем так, достаточная, на достаточном уровне, что и помогло. В колонии, скажем так, без привычки к экстремальным ситуациям, то могло бы всё намного хуже. Много факторов сработало, но один из них, это я точно знаю, что не было паники. Был страх, конечно, у всех, но паники на борту не было. То есть, когда выскакивали, помогали друг другу, вытаскивали всех, кого возможно, потому что всех там, кого вещами засыпало, на кого там... Высокую оценку действиям своих сотрудников дал их непосредственный руководитель. Меньше минуты ушло на эвакуацию с горящего вертолёта. Через две минуты вертолёт, грубо говоря, взорвался и сгорел полностью. Поэтому тут вообще к ребятам не претензий, ничего. Мало того, что сами вылазили, помогали пострадавшим. О горящем имуществе сейчас уже речи вообще не идёт. Очень хорошо, что все остались. Прямо в эфире два покранили наших ребят, борцов с лесными пожарами. Родные близкие. Борцов с области, потому что он в центре. Жизнь немала. А в тайге за свои... Пожите, в любом упадке. Моя жену было... Восемь, четыре. Запад в отпуск, тысяча. Пятьдесят один. Четыре, что и упал. Корректор лиц. С нами упал. Ну, конечно, он... Пока... Делал корректор лиц. Это вылезли. Это я могу. Это вылезли в ваших словах. Приборок. Да. Если честно, основной ужас, пока мы ждали, пока они за нами прилетят, это был тот, что наши близкие узнают о происшествии. Спасибо. Мы-то знали, что мы живы, а близкие нет. Не дай бог бы они узнали до того, как бы выяснилось, что мы живы. Что все целы. Так ли? Счастливый случай, конечно. Но мы очень переживали вот именно за это. Вопрос еще на нашей технической оснащенности сейчас стал очень остро. Дело в том, что десантники наши... Прошутисты, у меня это только проблем. Так, это уже весные пожары с радиостанциями образца 60-х годов. 60-е, 70-е годы. При наличии современных средств связи, нанотехнологии, мы до сих пор пользуемся оборудованием, которое, ну, уже за рамки устарело просто. При наличии спутникового телефона, элементарного, мы бы в тот же момент уже знали, что это. А у нас получилось, что люди выскакивали из горящего вертолета, полностью, сгорело полностью все и мысль. И получилось, что они от пожара отошли на определенное расстояние. Этот вертолет, проходя, обнаружил только сгоревшие вертолеты. Людей он не видел, они были в лесу. Вот так вот. Еще это за, грубо говоря, 4 тысячи оклад в месяц. Вот так вот. Профессию профессии с вами, Александр. Никакие экстремальные опасности. Знаете, что мы уже давно? Это получилось с верхним вариантом. Да? Немного стандартного. Никак не влияет. Какая же он будет? Работа. Ну, нормальная мужская работа. Кто-то же должен ее делать. Тем более, тут все охотники, рыбаки. Это наш дом родной. Без этого никак. Рвутся в бой. Вот их слова. Никто не увольняется. Все готовы работать. Сейчас при получении необходимого имущества полностью укомплектовываем в руку. И вперед. В Комсомольске-на-Амуре частично открыто движение по улице Красногвардейской. Как выяснилось, небольшой участок дороги от проспекта Мира до улицы Севастопольской был крайне важен для автомобилистов, особенно отчислятых. Такое явление, как проспект на дороге Комсомольске, пока не стало обыденной реальностью, но все же порой оно имеет амуре. Тот-дет, тот-тет, 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 тот-тет. Либо замена теплотрассы. Так случилось и нынешней весной. На улице Красногвардейской, в Комсомольске, от Мира до улицы Севастопольской, проводились большие работы по замене теплотрассы, что потребовало полного закрытия движения по этому участку. Сразу же осложнилась обстановка на расположенных поблизости ключевых городских автомобилей. В Казахстане Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры делал DimaTorzok Первый тайм тяжеловато было после ногликов Сделали все что могли и сегодня как бы разбегались Во втором тайме вот видите сами все забили 4-6 мячей Сделали после ногликов определенные выводы по игре И справились перед болельщиками наверное еще Субтитры делал DimaTorzok Задачи мы выполнили После победы над Схалином футболисты дарственной индустрии набрали 16 очков и восклавили турнирную таблицу Перенца В активе главных конкурентов Амсамарчан в борьбе за медали турнира футболиста Белогорска 15 очков Но при этом амурчане провели на марш меньше Радио России Комсомольск на Амуре Погода Сегодня днем ясно Температура воздуха 30 градусов тепла Штиль Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба Наш выпуск завершен До встречи на волнах Радио России Понедельник 7 июля Напоминаем вы слушаете нас в диапазоне УКВН На чистоте 58,7 мегагерц Садимся До свидания Продолжение следует